всем добрый вечер сразу уж решила снять обещанное видео правда вы меня немножко сегодня расстроили ну ладно я постараюсь успокоиться решила снять обещанное видео что буду вам рассказывать иногда честно говоря подпортили немножко настроение ну ладно я постараюсь может успокоить пока буду про бабушку рассказывать так значит у меня уже по моему 2 до история ну и не история а второй рассказ о детстве второй рассказ назовем его бабка а графена почему бабка потому что мы жили пензенской области там говорили именно так бабка они бабушка и это не считается чем-то оскорбительным обидным что так пренебрежительным бабка просто у говорят бабка стеша бабка графена вот ну значит начнем рассказ но постараюсь как бы давайте уж это как-то без всякого всякого давайте спокой успокоимся вот все-таки рассказ с детства может быть мне надо было мандаринку съесть успокоиться немножко после вот этих баталий после того что мне там понаписали все ладно предыдущее видео послушайте все поймете не хочу я сейчас на на этом зацикливаться значит бабка графена по линии отца бабушку звали а графена честно говоря я не успела заглянуть словарь ну чтобы посмотреть что это имя означает ну ну так я предполагаю что она родилась дед после революции а графена может быть это новомодное какое-то имя было агро это что-то землей связанное либо это древнее имя ну честно скажу дело не не в имени я не успела посмотреть словаре потом посмотрю вот тело не в имени а в человеке так бабушка графена честно говоря мы мало общались не так часто бывает алия в моем обощественной области 10 лет только прожили я как бы даже не знаю какого года рождения вот по папиной линии бабушка но дело не в этом бабушка графена так родителей бабушки а графена про бабушку по ее линии про дедушки я не знаю если по маминой линии еще там знаю кого-то по папиной как-то не очень не знаю вот хочу как поудобнее сесть чтобы свечку было видно чтобы я не трясла туда-сюда как-то поудобнее сесть может быть надо было меня как-то поставить вот на подставку вот это вот блин телефон и спокойно рассказывается так придется в руках держать ну ладно я постараюсь недолго рассказать так значит бабушка графена такая бабушка графена как она выглядела маленькая худенькая такая простенькая обычная внешность ну даже но бывают люди красивые там бывают симпатичные бабушка ну обычная была скажем так не красавица никакая там супер худощавая худенькая маленькая но шустренькая смысле у нее было семь детей поэтому надо было крутиться вертеться вот такая вот у нее было одна дочка и шесть по моему сыновей я всегда путаю сколько их было по моему 7 вот но я не стала сейчас пересчитывать но вот на скидку по моей памяти мне было 7 детей два мужа первый муж на фронте погиб по моему я вот вспомнила а сейчас уже подзабыла немножко я искала своего деда по интернету искала в списках погибших на войне то что я не знала где он погиб когда и вы представляете я его есть такой вот забыла как он называется страница в интернете там все погибшие на фронте я нашла там своего деда он там есть кислов матвей тучиство не помню к сожалению и там прям было написано что призывался из пензенской области городичинский район но я так поняла что это вот именно мой дед он был сапером ведь я вот потом еще в газетах мне встречались такие заметки что были такие знаете на войне на фронте были такие пензенские саперы то есть это в пензе обучали на саперов вот он видимо там отучился я даже предполагаю что он был военно военный потому что висел портрет у бабушки деда матвея там он не просто там вот как в обычной одежде или как солдат там он в гимнастерке и в каких-то ремнях то есть то есть он видимо был не простым солдатом но как минимум там может лейтенантом или сапером ну видимо вот портрет дедушки я видела такой симпатичный такой выправка такая военная короче он был сапером и погиб он 42 году где-то примерно по моему 15 апреля под смоленском вот и там написано вроде как осколочное ранение и причем там смоленске вот смоленске смоленской области лежит как там в этом районе там их очень много погибло вот пензенских саперов там прям есть братские могилы со списками но вот я там эти списки смотрела читала находила фотографии где именно похоронен дед но неизвестно не знаю может быть даже мы собрались бы съездили но пока вот точно не знаю ну про деда ладно вот а второй муж видимо второй муж у бабушки появился уже после войны потому что у нее был второй муж был хромой дед иван он не работал видимо был на инвалидности сидел дома но он такой рукастый был дед он подшивал валенки подшивал обувь ремонтировал на дому подрабатывал рукастый был дед вот значит вот от первого мужа четверо детей так я понимаю бабушки было старший брат иван который жил подмосковье потом умер от онкологии в возрасте там 45 лет приблизительно и когда в москву приехала я вот к его жене ездила в гости это дмитровский район города яхрома я пару раз у него была когда вот москву только приехала первый раз одна приезжала второй раз уже на машине мы ездили с мужем сыном два раза все было сейчас не знаю ну как бы давно не общаемся на ноге было много лет наверное нету и уже этой жены на такая бабушка была уже возрасте но если мне почти 60 скоро сколько же ей жене моего старшего брата отца там сыр два у нее сын остался двоюродный брат у меня сергей мы тоже не общаемся вот значит потом кто у нее был второй ребенок у нее полтора дочка была ее в где-то после окончания школы то ли в день выпуска со школой ее сбила машина они шли всем классом по дороге веселились но в них въехала машина и вот почему-то наверно насмерть по-моему она одна только погибла ну вот именно ее может с края ушла не знаю вот она погибла жалко очень одна дочка была у бабушки такая судьба почему она отличница была они своим отцом очень похожи были то есть она с отличием закончила школу одни пятерки там ни одной четверки даже не было то есть у человека выпускной до выпускной школы вся жизнь впереди отличница она могла в любой институт поступить я часто ее вспоминаю я просто видела ее фотографию бабушки такая красивая девушка лет там 17 и на фотографии и она почему-то в таком белом платке капроновом и он так как невеста она в этом платке такая красивая и вот обратила внимание вот с моим отцом они очень похожи вот такая незавидная судьба потом значит у еще от мой отец получается младшенький он сорок втором родился вот от первого мужа и наверное отец его не видел ни разу если мой отец родился в декабре отец в апреле погиб то есть он его не знаем знал он или нет что будет ребенок но он его не видел уже отец после его смерти родился вот а вот еще один брат был постарше третий отец четвертый получается от первого мужа был еще брат петя петр вот как раз из пензенской родственни родни из пензы он у него там две дочки жена вот недавно умерла по моему в январе кажется что недавно по моему в январе прошлого года она еще умерла вот уже прошел окажется недавно до 18 января по моему умерла из пензы тетя клава у нее две дочки мои двоюродные сестры ну и там них дети но это же отдельная история вот так что вот они у меня только вот эти две двоюродные сестры пензе остались еще вот от второго мужа у бабушки было три сына еще и 43 значит старше по моему был анатолий он как-то погиб как-то по моему то ли током убила на работе то ли повисился царство ему небесное не помню у бабушки кстати все дети были очень красивые вот анатолий он чем-то на артиста токарева был похож борис токарев да такой артист был вот вот этот брат отца сына бабушки был один вот этот похож был на токарева такой красивый тоже симпатичный я его то видела там несколько раз но помню все были красивые потом значит вот этот шестой сын пятый сын шестой ребенок виктор вот они двое сейчас последние остались живых вот этот виктор он так любил выпить так выпивал его жена там держит вот он тоже какого-то артиста похож на не знаю такие немножко грубоватые такие черты лица чисто чисто внешне чисто вот как русский такой герой знаете вот таким памятник ставят с гранатой вот такой вот мужик такое лицо суровое вот ему только в руку гранату вот он такой знаете русский герой такие вот памятник таким ставят вот такой вот прям как вот ну тоже на артиста на какого-то похож. В окне брода нет, что ли, который там с телегой всё по болотам водил. Груз, вот такое лицо суровое. На самом деле, они просто морочили голову фашистам. Они думали, что обоз с оружием. И немцы там за ними охотились. На самом деле, там кирпичи, что ли, камни лежали. Просто они отвлекали от настоящего обоза с оружием. Вот, там такой был суровый у них этот, который водил их там по болотам. Вот такой вот. А младшенький, сын Александра, младшенький самый, он вообще на Есенина похож. Такой кудрявый, такой вот русский, такой вот парень. Рязанский, можно сказать, на Есенина похож. Я же говорю, все дети красивые очень. Такие запоминающиеся лица. Вот. Но выпивать любил, пил безбожно. Правда, Есенин, наверное, тоже закладывал. Ну, не знаю, вот такая русская беда. У него была жена. Я даже, наверное, помню ее. Я как-то приезжала, мы на танцы там ходили вместе. Какая-то девушка там у него была. Вот он женился на ней, трое детей. Но так как из-за того, что он выпивал, она от него ушла. С детьми, с тремя сбежала и замуж вышла. С другого. Вот. Потому что, ну, пьянство, бывает, конечно. Ну, что бабушка? Я начала про бабушку рассказывать, а начала, перешла к ее детям. Ну, то есть, вот из семерых бабушка пережила, короче, у нее умерло. Один муж на войне погиб. Вот этот хромой дед тоже умер, но когда пришел его час. То есть, она похоронила, ну, как, ну, первый муж на фронте, там где-то его похоронили, ну, на войне. Вот она, значит, у нее умерло два мужа, пять детей похоронила. Потом, ну, потом, видимо, ну, пять детей похоронить, ребята. Какое надо иметь сердце, какое здоровье. Потом, значит, она умерла, бабушка Графена. Ну, не так давно. Ну, по-моему, я уже в Москве жила. Ну, в 80-каком году. А, она еще приезжала к моей маме в Башкирию. И после этого вот как-то умерла там через полгода. Ну, приезжала, нас хотела увидеть, а мы все разъехались. Ну, бабушка, что я могу сказать о бабушке Графены? Конечно, с бабкой Стешей та бабушка не родная, ну, как бы родственница какая-то, там, дальняя нянька, не знаю, кто она. Ну, я рассказывала про бабку Стешку, которая мне очень так вот запомнилась и очень понравилась. Моя бабушка, конечно, бабушка по папиной линии, я не могу сказать, что она была полная противоположность, но она была совсем другая. Во-первых, я что-то, знаете, не припомню от нее никакой доброты, от слова совсем. У нее всегда было злое выражение лица, либо злое, либо озабоченное. Ну, как говорится, умерших плохо говорить нельзя. Но я никогда ее не видела. Ни улыбающийся, ни добрый, какой-то вот не проявляла такой вот к нам особой заботы, любви. Вот этого ничего никогда не было. прилетала мне от нее пару раз. Ну, было, наверное, за что, но я считаю, что это все-таки неправильно. Вот. Это не метод воспитания. Вот. Ну, она как-то так грубо разговаривала. То есть, как-то вот, ну, короче, бабушка такой быть не должна. Даже если у тебя проблемы, у тебя нет настроения все-таки хотя бы к детям надо как-то по-другому относиться. Хотя бы не показывать свое раздражение, злобу, там, какую-то проблему какие-то у тебя там. То есть, она всегда как-то резко так грубо разговаривала. Я помню вот один момент, я, она нам там, по-моему, ну, какую-то еду там поставила, поесть что-то дала. Вот, единственное, помню, что она нас угощала щами, причем так интересно, щи забеливала молоком. то есть, не сметаной, а вот молоко в щи наливала. Ну, щи такие белые, естественно, светлые, вот. И как-то это было необычно, но, кстати, вкусно было. Вот, может быть, только нам, детям, вот так вот. кашу пшеную, помню, она нам варила с молоком мы ели. Ну, короче, один раз, значит, она что-то там дала поесть, а мне ложка не понравилась. А я с детства была такая, знаете, мне надо, чтобы все красивое было. Ну, рак по гороскопу чего хотите. Мне надо не просто ложку поесть, а чтобы ложка была красивая, новая, ну, там не новая, но красивая, там. Я, значит, беру эту ложку, она мне какую-то ободранную деревянную ложку дала, там даже не видно было, по-моему, какая-то она вся ободранная была. Я, значит, так губки надула, слезы на глазах, подхожу к ее, к этому столу, где ложки лежат, открываю, а она говорит, ты что? А она там что-то готовила? Что надо? Я говорю, ложку свою хочу найти. Какую еще твою? Я говорю, нет, ну, другую, с ягодками. С какими еще ягодками? Значит, открывает стол, дает мне другую ложку, но я говорю, это какая-то ободранная, я говорю. Она, значит, дала другую, поновее, но там были какие-то красные ягоды нарисованы. Какая еще твоя ложка? Вот это что ли? Говорит, с ягодками. Я говорю, нет, не это. Ну, что-то там порылась, порылась, короче, дала мне эту ложку с ягодками, а мне другую хотелось, со смородиной, с синими ягодами была ложка, так я ее, по-моему, не нашла. Вот мне еще, а, говорит, ну, она там начала ругаться, ложка ей еще не такая, а жрать не хочешь? Ну, ребенок хочет, чтобы красиво было, мне нужна не просто ложка, мне нужно эстетическое удовольствие получить еще. Я хочу есть красивой ложкой, я такая с детства была. Вот. Помню, я от другой бабушки тоже прилетала, но там по другому поводу, потом расскажу. Вот. Ну, вот этот момент запомнился, как я там ложку красивую искала в столе. Видимо, мы разные люди по гороскопу, а на какого-то другого знака, ей не понять, почему человеку ложка не такая. Не, ну, правильно, у нее было семеро детей, я думаю, там не до красивых ложек было, там бы успеть свой кусок урвать. Вот. Как говорится. Ну, что еще про бабушку помню? Что я про нее помню, про бабушку Аграфену? Ну, не добрая она была, царство и небесное. Я не могу сказать, чтобы она уже совсем была плохая, но просто какая-то, ну, не такая, как бабка Стеша, хотя та была чужая бабушка, но она как-то больше мне запомнилась. Больше приятных от нее воспоминаний. Хотя само село Архангельское не очень, ну, как мне нравилось. Ну, я же говорю, мне нравится все красивое. Во-первых, мне нравилось, что у бабушки дом голубого цвета, деревянный, белые ажурные ставни были. Раньше, знаете, как, или наличники, как их называли, вокруг окна, узоры такие, как кружевные, белые, крашеные. Это не ставни, это наличники, да, красивые, такие узорчатые. Я бегала по всей улице, смотрела, какие узоры, какие наличники. Мне очень нравились вот веранды такие, такое, знаете, крылечко, и такие резные столбики на веранде, где крылечко. Я вот бегала по всей улице, смотрела, у кого какие, значит, наличники, вот эти, искала, где дома красивые. У бабушки дом был не самый худший. Мне нравилось, что он голубой с белым, красиво сочетается. Вот мне нравилось вот этот вот. Дом у бабушки так вот неплохо смотрелся, в общем-то, не самый. Может, он был немножечко сильно большой и такой неказистый, но как-то вот мне понравилось, что он голубой с белым, красивый, ну, как красиво очень. Голубой с белым смотрелась. Вот. Потом, что мне ещё запомнилось? Запомнилось, что с одной стороны дома окна выходили не на улицу, а в веранду. А на веранде было холодно. И вот сильный мороз, эти окна промерзали. И там были красивые такие узоры. Когда на улице минус 30, там такие узоры на окнах. И мы прикладывали вот эти пятаки, копеечки. Пятачок приложишь, там такая кругленькая дырка получается, ну, чтобы на улице посмотреть, окно разморозить. Или пальчиком там потрёшь, в окно выглядываешь. Вот эти вот, помню, узоры на окнах морозные. А летом, значит, летом тоже даже босиком, по-моему, бегали возле дома. Там какая-то трава такая интересная росла. Я теперь уже название не вспомню. Какая-то, типа, газонная какая-то травка. И там, значит, вот гуси щипали эту травку и ели. Что-то похоже на ромашку, на мелкую, но это не ромашка была. Травку вот эту, помню, зелёненькую возле дома. Конечно, летом в деревне лучше. А ещё, что я запомнила, что у бабушки дом был, он был номер 3 дом. Слева была, значит, напротив бабушкиного дома шоссе проходило. Причём шоссе такое, ну, можно сказать, федеральное значение. Ну, такое оживлённое шоссе. Остановка автобусная там была. А вот, и значит, бабушкин дом номер 3. Потом река. Река у неё за забором была, слева стороны от дома. Вот если стать лицом к дому, от шоссе, спиной к шоссе, значит, тут бабушкин дом, слева река. Вот это шоссе, оно через мост, дальше шло через реку. Река. А если пойти, значит, вдоль бабушкиного забора и вдоль реки, туда за дом, чуть-чуть пройти, метров 200-300, то, значит, и повернуть направо, то там была церковь. И причём вот из бабушкиного огорода эту церковь было видно. Потому что там были очень высокие деревья. Мне вот запомнились вот эти чёрные деревья. Ну, наверное, весной, осенью, когда ещё листьев не было, вот эти чёрные деревья. Там постоянно кружили вороны чёрные, и там была церковь. И она тоже, ну, видимо, может, из-за погоды, какая-то она тёмная была церковь. С куполами, старинная церковь. А вот если пойти, ну, если, значит, за рекой дом один был, потом река, потом дом три, и дальше улица продолжалась. Домов там немного было, не знаю, сколько их там было, ну, может, там тридцать какой-то дом был. Эта дорога шла к кладбищу. А не доходя к кладбищу, если повернуть налево, там вот опять же к этой же церкви выходишь, только с другой стороны. Вот, получается, она где-то за огородом, за дворами, за огородами там была церковь. То есть от бабушки с какой стороны не пойди, вот если за домами, с той стороны, вдоль реки, там к церкви. Ну, все ходили по дороге, а зачем ходить там вдоль реки, по оврагам, когда можно пойти вот по улице и повернуть там, не доходя к кладбищу, к церкви повернуть. Мы с бабушкой, по-моему, один раз ходили. Но я, честно говоря, у меня вот это не отложилось в памяти. Я только помню, как бы вот издалека, со стороны, я всегда смотрела. Может быть, мы не заходили туда внутрь. Я не помню, чтобы я заходила туда внутрь, иначе бы у меня другое впечатление бы сохранилось, другое. У меня сохранилось, вот как-то я с детства как-то стала, вот из-за этого я как-то с детства стала бояться церквей и кладбищ. Они у меня мрачное впечатление почему-то произвели вот в детстве, поэтому как-то я так то, что внутрь не заходила. Что такое церковь? Надо было зайти внутрь, показать ребёнку иконы, объяснить. Церковь – это свет, это радость. То есть объяснить ребёнку, зайти внутрь, свечи показать, вот эту красоту. Меня никто туда в детстве в церковь не водил, а надо было. У ребёнка совсем другое впечатление осталось. А мне показали, я даже никто её не показывал, эту церковь, я её с улицы сама увидела. Вот. И впечатление было мрачное, да ещё кладбище рядом, вот когда отца хоронили. Зимой, опять же, это слева церковь мрачная, ноябрь месяц. Ну, зима, ладно, там светло, но всё равно. Ну, что ещё могу про бабушку сказать? Судьба у неё незавидная. Пережить двух мужей, пятерых детей похоронить, это, знаете, наверное, может быть, вот эта бабушка, нянька Стешка, то ей помогала с детьми сидеть. Своих детей не было, стала как нянька и приходила, помогала. Ещё мне тут кто-то написал, что нянькой звали старшую сестру. Но я такого не помню, чтобы она была сестрой бабушки. Наверное, всё-таки она действительно с детьми помогала, просто нянька. А спросить не у кого. У меня, кстати, сестра двоюродная ответила из Пензы, их там две у меня, старшая и младшая. Младшенькая ответила, что она не помнит бабку Стешку. Я говорю, ну правильно, вы жили в городе, мы-то жили ближе, на станции, от села станция недалеко. А они жили в Пензе, а Пенза далеко от села Архангельского. Это вообще другой там район ещё какой-то. Вот, они бывали там, они жили в городе, девочки городские, в деревню они не любили ездить. Ну, давайте честно скажу, ну, зачем городским девочкам в церковь приезжать, ой, к бабушке приезжать. Там условий нет особых. Ну, там они в чистоте, мама рядом, в квартире тепло, светло, телевизор цветной. Жили всегда хорошо, да, сытно, богато, так скажем. Зачем им в деревню к бабушке ездить? Мы жили проще, бабушка была ближе, мы её навещали, тем более, когда отец ещё не болел, частенько ездили к бабушке. На все там свадьбы, когда кто-то женился, я помню, женился вот как раз предпоследний сын, шестой ребёнок, и когда этот, не самый младший сын, а шестой ребёнок, пятый сын, женился, Виктор, когда женился, во-первых, я помню, у меня фотографии есть на его свадьбе, мы там бегаем, вот, я помню его свадьбу, я помню, что ему строили дом, сейчас они, наверное, в этом доме живут, а бабушкином доме живёт младшенький, если он не спился совсем, он вообще, ну, жена просто так бы не ушла, пил сильно, вот, в бабушкином доме, наверное, младшенький живёт, если ещё он жив, ну, надеюсь, что жив, он на 8 лет меня старше всего, навсего, ну, если уж совсем не спился там, а вот этого Виктора я помню, я помню, мы ходили смотреть, какой дом ему строят, там пахло, я вот прям помню, вот эти кучи брёвен, запах вот этой древесины, свежеструганной опилки, вот эти, мы там бегали, смотрели этот новый дом, знаете, вот как в фильме «Любовь земная», помните, они там дом строили, а потом война началась, и всё рухнуло, вот так же вот строили дом, всем селом там, друзья все помогали, все роднёй, раньше как-то дружно люди жили, так, ладно, ребятки, я что-то слишком много болтаю, ну, конечно, вот такое впечатление, вот тут я рассказала про бабушку Аграфину, я же сразу вас предупреждала, что я трёх бабушек помню, и больше всего мне понравилась вот эта вот чужая бабушка Стеша, она не родня нам, может быть, родня, но не своя бабушка, она чужая бабушка, не знаю, может, дальний родственник, не знаю, кто она, вот сестра двоюродная ответила, что она её не помнит, ну, правильно, мы там бывали чаще, и то я не помню, вот у кого спросить, ну, матери спрошу, может, мать что-то помнит, летом поеду в отпуск, про эту бабушку буду расспрашивать, хотя мать, ну, мать, она может уже ничего не помнит, человек старый, больной, она может меня вообще просто послать на три буквы, ничего не рассказывает, вот по матерной линии бабушка, конечно, поживее, повеселее, но там тоже своеобразная, так сказать, бабушка, потом расскажу, в следующий раз про бабку Лизу буду рассказывать, всем пока-пока,